Привет, друзья! Это Огонь от Мид Ивилл. Сегодня у нас дождливая погода. В прошлой серии мы отбились от бандюганов, которые хотели забрать у нас Дойла. Вроде бы как Дойла, да? Да, вот он, Дойл. Он у нас счастливый, между прочим. Смотри, у него, видишь, смайлик счастья. Он отдохнувший. Но, к сожалению, мы не всех еще долечили. У Джеффа небольшая кровопотеря. Давай посмотрим, что у него там кровоточит. Где-то это... Ушибленная грудь. Ну, сейчас мы ее залечим. И, как ты можешь увидеть, у нас тут два трупика валяются. Надо будет сейчас еще выкопать парочку могилок и закопать туда телеца. Ну что ж, пришло время немножечко нам тут подразобрать участки земли. Например, нам нужно раскопать вот это вот все. Потому что нам это не нужно. Здесь у нас будет часть забора проходить. И здесь в дальнейшем будем мы еще расстраиваться в этой части. Также мне нужно убрать вот эти вот части, вот эти вот. Все, что, короче, торчит. Мне вот еще, знаешь, что интересно? Я бы, конечно, вот этот вот участок земли убрал. Сопочку эту. Но что, если я вот разрушу вот эту вот могилку? Если я ее разрушу и тут будет просто земля, то это будет круто. Так, ребят, давайте, погнали. Значит, тут копаем все, убираем. А здесь раскопаем. Опа, ну да. Смотри, а вот и тело появилось. То есть, если сильно захотеть, можно и выкопать всех своих противников, и переселить их в другое место жительства. Сейчас Мария выкопает, заново закопает тело, вот и все. Мы про него больше не вспомним. Ох ты ж, нифига себе, Макус у нас без сознания. Что случилось, Макус? Вырубился прямо здесь. Так, 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 Мария, иди выручай. Отнеси его в кроватку этого Макуса. Вот и настало утречка. Я продолжаю здесь свои архитектурные творения. Смотри, что. Я думаю, что забор у нас будет проходить вот так вот. А это, соответственно, мне нужно закопать вот эту часть. Здесь мы сделаем глиняные участки из глины. Пожалуйста, закопайте вот эти вот участки. Ну вот, видишь, ребята уже тут все возводят. Вот он, глиняный этот участок. Здесь у нас тоже ведутся раскопки. О, гляди, у нас тут дойл руду добывает. Красавчик, что он добыл? Ну-ка, ну-ка, известняк. Вот это что? Это глина. Ну, известняк это очень хорошо, потому что мы из него сможем делать кирпичи. Вот такие вот беленькие. А дальше мы сможем изучить кладку. Насчет исследования. Давай посмотрим, что у нас тут возможно изучить. А ничего, у меня сейчас в последнее время никто не читает книжки. Смотри-ка, у нас теперь стенка из-за известняка появилась. И лестница тоже из-за известняка. Обалдеть, скоро мы сможем строить замки. Ладно, в любом случае забор у нас будет из дерева. Значит, строительство будет очень долгое. Это капец прям какое долгое. Делаем следующее. Вот таких вот масштабов у нас забор. Здесь и здесь место под постройку-застройку. И нужно теперь придумать, где в заборе у нас будут двери, чтобы удобно было нашим поселенцам перемещаться. Также я теперь думаю, чтобы убрать вот эти вот колышки, потому что они теперь не нужны, поскольку у нас будет огроменный забор. Поэтому все это дело можно разобрать. Так что давайте, дерзайте. Можете убрать и наконец-то не будете перелазить через все это. О, а что это у меня снизу тоже выделилось? Ну вот, я вроде бы все это снесу. Появится дополнительное дерево. И из этого мы сможем построить забор. В принципе, неплохо. А вот эту часть мы, пожалуй, оставим. Пусть будет. Здесь нам надо тоже будет забор. Теперь нужно моим поселенцам приказать, где дерево брать. Собственно, здесь рубим, здесь. Вот это можно вырубить, это можно вырубить. Насчет дверей. Здесь у нас мусорка. Значит, к мусорке нам нужно сделать дверь. Все, проходы расставил. Теперь начинаем. О, гляди. Они разобрали все эти шипы. Вот тут вот надо будет заборчик все равно сделать. Для моего огородика. Вот заборчик. Разворачиваем и строим. Кстати, у нас также забор из-за завистника появился. Офигеть, просто можно. Скоро будем красоту наводить из камня. Не как первобытные люди. Огород оградили. Интересно, а будут у меня кролики, там, козы? Ну, хозяйство такое. Чтобы молоко можно было добывать. Кстати, да. Вот у нас наступает холода потихонечку. Смотри, минус 17, минус 18. Мне написали также в комментариях, что жаровня помогает держать комнатную температуру. Поэтому я думаю, что жаровню надо будет сделать наверху. Вот тут вот у нас. А внизу, в принципе, наверное, не надо. А вот, собственно, и новость. Новое время года. Зима. Зима захватила поселение Атор пледяной хваткой, собрав всех поселенцев в кучу, греющихся у костра долгими темными вечерами. Для борьбы с холодами им нужно было хорошенько укутываться в теплую одежду и обогревать все комнаты. Ну, я об этом позаботился. У нас тут, кстати, еще не собраны кусты смородины красной. У-у-у. Еще и свекла тут поспела. Ну что ж, посмотрим, насколько хватит растущей свеклы зимой. Я думаю, что она быстро пропадет. Так, первые жители, которые страдают от холода. Кто это? Это Мария. Мария, что у тебя с одеждой? Покажите мне. У нее, в принципе, зимняя одежда неплохая. До минусу 17. Но все равно она мерзнет. Давай посмотрим, что у нас из одежды вообще валяется дома. Зимняя одежда. Тоже минус 18. Ну, короче, вся одежда, она в основном до минус 18. Больше ничего нет. А вот, смотри, 19. Минимальная температура. Так, Мария, поскольку ты у нас мерзлячка, иди-ка переодевайся в эту одежду. Бегом. На ней еще, кстати, и доспехи одеты. Вот, она переоделась. О-о-о, какое у нее платье прям. Роскошно. Ну, теперь ты на 1 градус теплее одета. Также у нас горе-мыка замерзает. Одежда у нее такая же, как у Мария, но состояние плачевное. Я предлагаю ему переодеться. Так что, бегом сюда переодеваться. Ребята бегут спать. У нас тут как раз уже жаровня была доделана. Так что, будут дрыхнуть в тепле. Это кайфово. Жители страдают от холода. Так иди поспи. Кто страдает? Дойл? Кстати, а почему Дойл у нас в какой-то белой рубашке носится? Подожди, подожди. Да я посмотрю, что у тебя зимняя одежда в принципе есть. Шапочка тоже одета. Но, тем не менее, Дойл все равно замерзает. О, смотри, ночью снег растаял. Что, потеплело что ли или как? Вот это тут погодные условия. Хотя температура минус 19. Снова, смотри, как прикольно. Снова снег нападал. Очень классно сделано. Все сразу побежали в трактир. Смотри, хомячить. Все на кухне тусят. Ай-яй-яй. Блин, трактир это вообще классное место на самом деле. Здесь постоянно куча народу. Все собирается. Хорошо, что я его сделал. Я думаю, что следующая моя постройка будет из-за известняка или кирпича. Хочу каменное строение сделать. Вот, мы производим как можно больше кирпичей. У нас глины все равно дофига. Известняк здесь производится. Все делаем, ребят. К тому же, вон, у меня жители без дела. Что-то тусят. А что это вы на складе делаете, а? Что вы тут зашкерились? У вас тайное сообщество какое-то? Мария, Джеффри и Дэниел. Идите пошите. Урожай там собирайте. Не знаю, красную смородину. Что вы делаете там, а? Я понять не могу. Они что-то ходят и там как будто голосуют. Не знаю, или зигу кидают. Смотри. Эй-го. Эй-го. Что-то там на стены ругается. Все, побежали. Видимо, у них какое-то точно совещание было. Что с забором? Забор у нас достроен. Отлично. Мы отгородились от внешнего мира. И это очень хорошо. По этому забору мы также можем бегать. Своего рода забор у нас будет выступать в виде стрелковой башни. Дойл пошел делать кирпичи. Это очень классно. Закинул туда глины. А печь сама сделает свое дело. Так. Ну что теперь будем делать? Я думаю, что надо строить новый дом из глины. На кухне запасы у нас еще пока что есть. В принципе, в достатке. Но я думаю, что до конца зимы их не хватит. Придется обращаться к складу под нашим домом. А именно к погребу. Почему Дэниел и Горемыка играют в шашки на разных столах? Почему бы вместе не поиграть? Все. У нас появились кирпичные стенки. Итак. Поскольку у нас сложности с известняком. У нас его в принципе нет. Ну, именно кирпичей известняковых. Будем делать из красного кирпича. Кирпича у меня сейчас 40 штук. А одна стенка это 5 кирпичей. Что ж, давай начнем. Библиотеку строить. Вот так, вот так, вот так. Вот. Вот на такую стенку мне хватило. Ну ладно, ребята, идите стройте. Посмотрим, как будет выглядеть кирпич. Надеюсь, цивильно. Так, так, так. О, нифига себе классно. Очень классно смотрится. Кирпичные стенки это нечто. Чтобы было дофига кирпича, давай вот из известняковых вот эту тему мы разберем. И сделаем здесь побольше печей для обжига кирпича. Раз печка, два печка. Три печки, надеюсь, нам хватит. Еще нужно добывать огромное количество глины. Так что, ребята, отправляемся на раскопки. Вот, например, вот эту штуку можно раскопать. Вот эту тоже раскопать. Вот эту вот раскапываем. Вот эту часть тоже можно раскопать. А вот это вот, подожди, вот это тоже глина у нас? Прямо под ногами. Или что это? Место рождения глины. Ну да. Можно это, в принципе, выкопать. Так давай это и сделаем. Только не у себя вот тут, на территории. А вот здесь вот. Вот эту часть выкапываем, ребята. Глины нам нужно огромное количество. Так что, давайте, вперед. Может быть, мы здесь вначале сделаем дом из кирпича. И переселим товарищей всех моих отсюда сюда. А здесь сделаем библиотеку. А? Как ты думаешь? Да, думаю, что давай вначале условия проживания мы поднимем для наших поселенцев. А мы, тем временем, здесь уже вовсю долбим глину. Дэниел старательно ее выколачивает. Прикинь, прикинь, что я узнал, пока у меня народ дрыхнул. Оказывается, на верстаке можно не только создавать вещи, но и разбирать ненужный. Во, смотри. Разобрать предметы из дерева. То есть, если я буду их разбирать, то, соответственно, дерево буду получать. И это очень круто. А что насчет швеи? Швея умеет? Да, швея может разобрать это все в ткань. Блин, у меня тут столько кирпичей валяется на земле. А их что-то никто не убирает. Что за дела? Почему никто не занимается кирпичами? Во, во, горемык наконец потащил их на склад. Итак, у нас сейчас кирпичей 80 штук. Вот такой вот погреб у нас будет. Ого-го, стихийное. Сильный мороз обратил землю в камень и погубил посевы. Деревья растрескались, птицы упали замертво, а реки полностью оледенели. Для поселенцев было жизненно важно запастись теплой одеждой и обогреть спальное помещение в поселении Аторп, чтобы отогнать холодное дыхание смерти. Вот это поворот. Сколько? Сколько градусов? Покажите мне. Пока 27, 20. О, похолодание реально пошло. Смотри. 31. Ё-моё. У меня даже экран заледенел. Ты погляди. Офигеть. Такого никогда еще не было. Ребята, бегите скорее домой. Грейтесь. Бегите, бегите, бегите. Спите. 38. Обалдеть. Минус 38. Это рекордная температура в игре. Минус 42 я даже видел, промелькала. А волки бегают, им вообще хоть бы хнык. Ну, тем не менее, смотри, свекла у нас не замерзла. Она как росла, так и растет. Ее потихонечку собирает. Красная смородина тоже нормально себя чувствует. А у нас с утра самого начинаются раскопки. Все хотят переехать в новый дом. Терпичный, роскошный, современный дом. А сколько, кстати, лет нашему, например, Дойлу? Сколько тебе лет? 28. А гори мыки? Подождите. 28. Пока все молодые. Пока все хорошо. Старичканов у нас нету. Пенсию выплачивать пока некому. Смотри, хоть и солнышко, хоть и день, но все равно у меня экран замороженный. Температура даже днем держится минус 26. Это очень холодно. Капец как холодно. Но, ребята, вроде бодрячком. Жители страдают от холода. Ну, что я поделать могу, ребят? Крепитесь. Такие времена настали. Я думаю, я думаю, что надо бы кого-нибудь отправить на охоту. Вот кролики тут бегают. Давай вот эту вот кучу всю. И вот оленей. Три штуки. Потому что мясо у нас закончилось, а рагу готовить не из чего. Кто пошел на охоту? О, смотри, смотри. Дэниел побежал. Давай посмотрим, что у него с меткостью. Ну-ка. С первого выстрела получится кролика у тебя укокошить. И готовится к выстрелу. Убегает. Ну, Дэниел, что-то ты как-то мазишь. Необходимо залечить раны. После чего... Дэниел, ты обморожение получил, что ли, или что? Я вроде смотрел, все нормально. Переохлаждение. Офигеть. То есть и такое может быть. Ребята, походу, с охотой мы переборщили. Какая охота нафиг в такой море взляк? Нэ-нэ-нэ. Значит, не надо ни на что охотиться. Я передумал. Где эти кролики? Забейте на кроликов. И идите домой. Потом, когда потеплее будет, на охоту и выйдем. Поселенец без сознания. Дэниел. Не добежал до дому, слишком сильно замерз. Отнесите его, ребят, кто-нибудь. Гримы-ка вперед. Да, вот это зима, зимушка. Очень суровая выдалась. Черт, у меня и Дойл потерял сознание. Ох уж, это зима, а. Изнуряет меня и моих поселенцев. Томас, Дэниел, помолитесь за то, чтобы наступило тепло. Хватит этих заморозков. Кстати, хочу тебе сказать, замерзшую землю копать это тебе не хухры-мухры. Это очень тяжело. Но, ребят, справляются. О, чё, я тут известняк, что ли? Чё ты там вколочишь? Да, походу, известняк. Кстати, смотри, чё заметил. Когда я навожу курсор на улицу, температура минус 30. Когда в помещении, температура минус 1. То есть, в доме-то у нас прохладненько. Не так уж и комфортно, этим могу сказать. Ну, ничего, в новом доме у нас будет просто теплый. О, Дэниел на раскопках. Потерял сознание, давай. Дуэл, неси его. Игорь Мыка тоже? Ё-моё. Макус, вручай. Всё, заморозки прошли. Отлично. Минус 18 градусов. Это очень хорошо. Всяко разно теплее. Чё в помещениях у нас? 4 градуса тепла. О, да. Блин, я же хотел давным-давно сделать очаг из-за зиму. Но не было железных слитков. Но теперь у нас появилась плавильня. Сейчас мы её здесь сделаем. Так, плавильная печь. Всё, плавильня у нас имеется. Соответственно, нам нужно будет сейчас получить железные слитки. Чего? Чё это такое? Подожди. Требуемый ресурс. Окатыш. Или окатыш. Что это такое? Окатыш. Или окатыш. Блин, надо будет загуглить, где ставить ударение. Правильно? Добытая железная руда. Прежде чем ковать инструменты, оружие и броню, её следует подвергнуть обработке. Ага. Значит, мне ещё нужно где-то руду добыть. А где руду добыть? А обычно она где-то под землёй. То есть мне шахту надо ещё где-то выстроить. Обалдеть. С погребом я думаю, что борщину. Прям очень огромный я его сделал. Ну что? Вот и наступила, так сказать, весна. Ещё чуть-чуть и она наступит. 12 дней должно пройти. Прошло уже 9 дней зимы. А на 12-й должна наступить весна. Так, смотри. Пока у нас растаял снег, надо быстренько осмотреть почву. Значит, вот это у нас что? Каменистая почва из весняка, глина. Во-во-во, смотри. Вот, кажется. Соль. Вот же, вот она, вот она. Железная руда. Чё, значит, направляемся сюда и добываем. Чё могу сказать? У нас тем временем тут закончились раскопки. Это очень хорошо. Теперь нам нужно сделать здесь лестницу. Она будет у нас тоже из кирпича. Красного кирпича. Вот тут у нас лесенка для спуска. Можно даже ещё чуть-чуть тут откопать. Отлично. Всё, ставим сюда кирпичную лестницу. Сейчас ребята её построят, спустятся вниз, доломают вот это вот. И можно будет возводить деревянные балки. Я их сейчас сразу же тут ввозведу. Ух ты, нифига себе. Пока я там наблюдал и строил себе погреб, у меня ребята тут уже добыли немножечко окатыш. Надо это всё дело забрать. Значит, печки скоро быть. Температура на улице 0,4 градуса тепла. А это говорит о том, что у нас на носу весна. Уже 2 градуса. Уху-ху. Уху-ху. Ништяк. Руда у нас теперь есть. Ребята, зрочно все домой. Надо отменить пока заморозки добычу руды. Вот так, чтобы сюда народ не бегал. Снова экран замораживается. И температура на улице достигает минус 30. Хотя вот-вот уже весна должна быть. Последний день до весны остался. Эх. Рано я обрадовался. Редактор субтитров А.Семкин